Здравствуйте! В эфире программа «Судья разъясняет». С вами Елена Хворостенко. У нас в гостях судья Центрального районного суда города Тулы Роман Евгеньевич Петренко. Наша сегодняшняя тема – платные парковки. Роман Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, предысторию данного вопроса. С прошлого года вступило в законную силу решение Тульско-городской думы 22 апреля 2015 года, в соответствии с которым в центре города Тулы, на территориях Центрального, Советского, части привокзального района были организованы платные парковки. Сегодня мы об этом и хотели поговорить, и я бы ответил на вопросы по этому поводу. Что это такое? В соответствии с законом об автомобильных дорогах в полномочия местных администраций входит организация платных парковочных мест. И вот в связи с этим возникли платные парковки. Нарушение в данной сфере регулируется законом номер 388 ЗТО административной ответственности в Тульской области, в соответствии с которым, соответствии с статьей 8.12, неоплата парковочных мест по месту организации данных парковок карается штрафом, административным штрафом. В связи с этим, в том числе в Центральную районную суд, в иные суды поступают жалобы на обжалование данных постановлений о привлечении к административной ответственности. Но вот как раз вот какое-то время уже прошло, у нас кое-какая практика наработана, и в принципе вот об этом сегодня я и пришел вам рассказать. Так, ну Роман Евгеньевич, тут нам поступили вопросы уже от наших читателей перед этой передачей. Вот первый вопрос. Ситуация. Я приехала в банк напротив гостиного два раза, занесла документы и уехала. Через какое-то время приехала, тоже место было свободно, проезжает автомобиль, фиксирующий время, и фиксирует, что мое авто стоит там же уже через полтора часа, ну в смысле в течение полутора часов. Но если я была два раза до 30 минут, я же не виновата, что то же самое место выпало мне. Могу ли я обжаловать штраф в судебном порядке? Давайте с конца начнем. Естественно, штраф вы имеете право обжаловать, как любое постановление на стену правонарушения. Единственное, что надо только помнить, что срок достаточно короткий, 10-дневный срок, с момента, как вы получили копию постановления на стену правонарушения в отношении именно вас. Это первое. Второе. Дальше давайте перейдем к вопросу о доказательстве вины, потому что в данном случае как раз вопрос идет о вине. Статья 1.5 Кодекса об стену правонарушений, а именно часть 3, указывает, что гражданин не должен доказывать свою невиновность. Но к ней есть примечание, в соответствии с которым, если административное правонарушение установлено с помощью средств видеофиксации, а в данном случае это именно видеофиксация, то обязанность доказывания в невиновности лежит уже на лице, который совершил это административное правонарушение. То есть вот на этой гражданке, в данном случае, о которой мы будем говорить. Теперь давайте действительно перейдем к конкретной данной ситуации. Если действительно, как она пишет, все эти вещи есть, она должна это доказать. В данном случае Кодекс инвестативного правонарушения присматривает достаточно большое количество доказательств. Это могут быть съездские показания, это могут быть письменные документы, это могут быть видеофиксации, фотофиксации. Если вы докажете, что вы действительно в течение полутора часов не присутствовали, то есть один раз приехали и потом уехали, то есть вы непрерывно менее получаса находились на данной стоянке, то в данном случае суд имеет право отменить данное решение. Но вот в данном случае, если мы говорим в банк против гостиного двора, насколько я знаю, почти у всех банков есть видеокамер. Если вы предоставите, либо по запросу сюда будет предоставлена видеосъемка именно с этого времени, и будет установлено, что этот автомобиль отъезжал и приезжал, то в принципе есть основания для отмены данного постановления. Очень хорошо. Так, второй вопрос. Человек отправил СМС об оплате парковки, а ему назад подтверждение, что со счета списываются деньги, не пришло. То есть человек вообще не понял, оплачена парковка или нет, придет штраф или нет. А если вдруг придет, как можно ему подтвердить свою правоту? В данном случае вопрос о регулировании порядка оплаты, размере оплаты за пользу платной парковки, мы установим постановлением, опять же, администрации города Тула, 7 октября 2015 года, номер 5235. Вот в соответствии с ним действительно установлено несколько видов оплаты парковки. В данном случае, ну, по городу Туле большая часть данной оплаты делается путем СМС-сообщений. Есть сервис, в соответствии с которым все это делают. Вот давайте в данном случае поговорим. Мы говорим о том, что, и в этом постановлении это указано, что гражданин обязан дождаться обратной СМС-ки. О том, что платеж принят. В соответствии с данным постановлениям в нем указано, что доказательством оплаты является именно получение СМС-уведомления. Вот в данном случае все. Когда у нас такие уже дела были в рассмотрении именно Центральным районным судом, мы выясняем, у нас гражданин предоставляет нам сведения об оплате, то есть уберет у мобильного оператора сведения, все предоставляется. Если мы выясняем, что все действия данного гражданина, вот он направил правильный СМС-ку, ему пришлось СМС-уведомление, все произошло, в данном случае он предпринял все действия, необходимые для оплаты. Если же, у нас достаточно несколько раз уже в фракции было и такое, неправильно указывается дата, например, неправильно указывается номер. В данном случае это понятие у нас возникает в виде неосторожности. То есть человек, да, действительно он ошибся, но в данном случае состав административного правонарушения здесь будет. И такие люди у нас граждане привлекают к административной ответственности. Вот скажу честно, практики у нас сейчас не так много, но у нас достаточно большое количество московской практики, поскольку все-таки в городе Москве платная парковка достаточно большое количество времени уже существует. И мы смотрим в том числе и на их практику, и их практика в данном случае предусматривает. Ну, давайте, как бы скажем, вот у нас начинают говорить, но я не ту цифру я нажала. Неужели это вот нарушение? Да. А если вы, извините, едете на машине и на ту педаль нажмете, да, возникнет аварийная ситуация, будет авария. То же самое и здесь, административное правонарушение, оно также возникает. Нет, ну а если все-таки человек все сделал правильно и произошел какой-то технический сбой? Если произошел технический сбой, мы все это выясняем, мы определяем. То есть это можно выяснить? Да, конечно, это все выясняется. Оператор парковки предоставляет нам сведения, о, прошла проплата, не прошла проплата. И в данном случае, если человек все сделал, дождался этой смс-ки, есть главный вопрос, действительно дождаться этой смс-ки. А если вот именно что она не пришла? Если она не пришла, в данном случае, значит, оплата не прошла. Надо предпринимать еще какие-то действия в данном случае. Но честно вам скажу, вот у нас, сколько вот жало было, пока вот мы таких жало, о том, что именно не пришла назад смс-ка, у нас возникают такие очень интересные моменты, не так давно я не в моем составе рассматривал, сделал в составе, но сегодня мы как бы делимся, общаемся, практику какую-то мы подводим. И там было, что человек каким-то образом в Санкт-Петербург заплатил. У него было приложение в Санкт-Петербурге, и он заплатил за Санкт-Петербург. И ему пришло назад уведомление, и Санкт-Петербург вернулся, действительно, это деньги. А он думал, что он в Туле платил. Бывают такие ситуации, действительно. Или бывают ситуации, когда человек в приложении, в приложении, вот в Тульской парковке есть приложение, там для Андроида, для Айоса, вот, в котором ты изначально вводишь номер автомобиля. И вот человек неправильно ввел номер автомобиля, и потом уже в автоматическом режиме, когда он оплачивал парковки, он это и не увидел сначала. Проходило совершенно другой номер. И ему приходили, да, штрафы. А вообще, ну, раз уж об этом речь зашла, какие спорные вопросы в сфере оплаты парковочного пространства чаще всего встречаются в вашей практике? Ну, их можно подразделить на несколько. Ну, первое, да, действительно, вы правильно сказали, по оплате. Да, вот, по оплате приходят, не приходят, правильно, неправильно зарегистрированы, там, парковочный абонемент, когда вот люди у нас делают. Это первый вопрос, именно, как бы, вопрос по оплате. Второй вопрос, есть ли здесь парковка, либо нет ее. Ну, я для наших граждан, как бы, хочу таким образом, ну, чтобы понять, да, у нас есть знак 6-4, это П, на голубом фоне, да, это ЕМП, парковка, все его знают, знак 6-4. К нему должен прилагаться табличка 8-8. Это три монетки, если вот вы видели, на белом фоне, черном, да, три монетки. Это знак, значок платной услуги, дополнительная секция платной услуги. И третий, у нас еще есть, ну, там их несколько, способ постановки. То есть, вдоль тротуара, да, поперек тротуара, в кость и так далее. То есть, вот, в принципе, вот эти три знака, они говорят о том, что здесь платная парковка. Вот. И частенько у нас граждане говорили, что, а вот если нет там еще линии 1-1, это такая сплошная линия, да, то там нет платной парковки. Ну, вот сегодня как раз у нас замечательный снег на улице, да, мы с вами ни одну линию разметки не увидим. Ну, это не значит, что в данном месте еще нет платной парковки. То есть, гражданин должен как бы это видеть. И еще один момент, он достаточно спорный, самоначальный у нас возникал. У нас есть так называемый стандарт установки дорожных знаков. Ну, он очень длинно называется, ну, короче скажу, национальный стандарт. Так вот, в нем говорится о том, что любой знак, в данном случае вот этот 6-4 с значком 8-8, в том числе, действует до следующего перекрестка. У нас нет, в принципе, как бы, да, знака окончания платной парковки. Нет такого знака, как вот мы знаем, да, за ограничение всех, количество ограничений, вот причернутая линия, да, и так далее. Поэтому, если вы этого знака не видите, то вы должны знать, что данный знак действует до следующего перекрестка. Ну, это общее правило, по которому как бы мы все ездим на автомобиле, и все эти вещи, в принципе, знаем. Это вот то, что касается, вот, в принципе, вот таких два вида, то есть оплата и место. Некоторые граждане считают, что по поводу, вот сейчас появились жалобы, что должны стоять паркоматы, да, так называемые по оплате. Но в данном случае, может быть, да, так оно и есть, но суд работает с нормативно-правовой базой. А в нормативно-правовой базе как раз по порядку оплаты паркоматов нет в настоящее время, и как бы, ну, их не существует. Ну, как бы в нашем постановлении, которое есть. Да, можно оплатить наличными, но можно оплатить наличными так называемый суточный абонемент, месячный абонемент, там, недельный абонемент, это вы должны поехать в офис оператора парковки, там все это дело оплатить, вам выдают этот абонемент, и вы тогда уже, в главном случае, ваша парковка оплачите. Кстати, в связи с вашим последним заявлением у нас тут такой развернутый вопрос читателя. В ноябре 2015 года Роспотребнадзор Тулы вынес предписание о незаконности платных парковок в части отсутствия возможности оплаты наличными. Был назначен штраф в 30 тысяч рублей и дано время 6 месяцев на устранение выявленных нарушений. Ну, вот, пишет, копия постановления имеется. Вопрос такой, поскольку установка паркоматов так и не предвидится, могу ли я обратиться в суд с заявлением в мае 2016 года о невыполнении законного предписания контролирующих органов? И может ли по данному иску быть вынесено положительное решение на запрет платных парковок? Или суд не пойдет на конфликт с местной властью? Ну, давайте вот с чего начнем. Вопрос как бы относится не к, скажем, подведомственным административным делам административных правонарушений. Это уже мы говорим, и ваш слушатель говорит, или зритель говорит о гражданско-правовых отношениях, и вообще об отношениях, так скажем, вертикали власти в том числе. По поводу этого вот постановления, в данном случае было не предписание, было сначала предписание, а потом было постановление по делам административного правонарушения, которым как раз оператор парковки был наказан. В настоящее время, насколько я знаю, у нас есть открытые источники, в арбитражном суде данное постановление обжалуется. То есть до настоящего времени оно не вступило в законную силу. То есть сейчас говорить о законности предписания и законности предписания, в принципе, ну как-то вот пока рано. Поэтому и говорить о иске о невыполнении каких-либо требований, у нас сейчас еще нет законно обоснованного решения как такового. Поэтому оно сейчас рассматривается в арбитражном суде. Как рассмотрит, так уже будем о чем-то дальше говорить. Пока преждевременно, я полагаю. Так, ну еще один наш вопрос, в смысле вопрос нашего читателя. Правда ли, что существует какой-то временной предел, до которого можно заплатить за парковку, чтобы не было штрафа? А если произойдет сбой в системе, как доказать, что ты заплатил вовремя? Ну, два вопроса фактически, да? Насколько я знаю практику, в данном случае нашего оператора парковки, можно заплатить, ну вот мы как бы выясняли этот вопрос, можно заплатить в течение дня, то есть до 12 часов, если ты же даже поставил машину, да, там простоял там час-два, если ты в этот же день оплачиваешь парковку, тебе штраф не приходит. А считается в этот же день до 12 ночи? Ну да, естественно, до 12 ночи. Хотя, честно вам скажу, я в нормативной базе этого не находил, я этого не вижу. Я говорю о практике, которая существует, ну, пока, по крайней мере. Может быть, придет, может быть, поэтому как-то сослаться на меня в данном случае не стоит. Вот, это в этом случае. Далее, если произойдет сбой, опять же, если происходит сбой, он происходит сбой в какой-то, ну, например, в системе, которая принимает данные платежи. Вы платите через, ну, не знаю, там, терминал Киеви, вы платите через телефон, вы платите через своего мобильного оператора, да, то в любом случае у вашего мобильного оператора остаются следы, что вы вот тогда-то оплатили парковку в такую-то, такую-то, опять же, пришла обратная смс-ка, да. То есть из факта того, что деньги дошли, а у нас по постановлению, которое я оглашал по поводу оплаты парковок, написано, что оплата парковки считается с момента зачисления денег на счет у оператора парковки. А об этом приходит вам как раз смс-ка. У нас, кстати, было одно очень интересное дело, когда дама оформила абонемент, да, через ввод смс-ка. Но, если постановление внимательно почитать, там написано, что поступление денег за абонементы приходит на следующий день. То есть, в данном случае, она, предположим, она платила 11 ноября, значит, она могла парковаться с 12 ноября. А получилось так, что она парковалась с 11 ноября. То есть, как бы здесь тоже нарушение, в принципе, есть. Поэтому за этим надо очень внимательно следить и смотреть. Так, ну вот, в какой-то мере связанный с этим вопрос, я как раз в суд жалобу в пятницу отнес. Деньги списали за парковку, о прошествии 31 часа вернули, а после штраф прислали на 2500 рублей. Очень интересно, в чью пользу судья рассмотрит жалобу. Ну, в чью пользу у нас мы жалобе не знаем, да. Опять же, мы будем смотреть по доказательствам. То есть, как прошел штраф, правильно ли он за... О, штраф, извините. Правильно прошла заявка на получение, да, вот этого, на смс-ка. То есть, вот эти все моменты, они достаточно серьезные. Мы просто оцениваем и смотрим, прошла ли эта смс-ка, вернулось ли уведомление о том, что вы имеете право. То есть, здесь должен быть соблюден порядок. То есть, вот, извините, мы садимся с вами в машину, да, мы должны пристегнуться. То есть, у нас порядок для того, чтобы дальше мы двигаться, мы должны как бы соблюсти. То же самое при оплате, та же самая тело. Да, она сейчас вновь, она сейчас более новая. Люди немногие, ну, скажем так, некоторые вещи не знают и не понимают. Ну, для этого вот мы сегодня и встретились, я думаю, об этом и говорим. Так, ну, еще вопрос. Когда появится постоплата по разным ситуациям, состояние здоровья, блокировка отправки смс на короткие номера и так далее? Сейчас это не дает возможность оперативно оплатить парковку автотранспорта. Я, как гражданин Российской Федерации, имею право оплатить штраф и иные услуги в течение 10 дней. Ну, давайте вот с чем мы начнем. Почему-то есть расхожее мнение, что оплата парковки – это услуга. Это не услуга. Это совершенно не услуга. Вы не получаете здесь никакой услуги в данном случае. В данном случае это отношения административные. То есть вы имеете право поставить машину сюда только за плату. Она не регулируется законом о защите прав потребителей. Это первое. Второе. По поводу оплатить штраф и иные услуги в течение 10 дней. Я, наверное, не открою Америку, но вообще-то штраф в соответствии с консенсативным правонарушением вы имеете право оплатить в течение 60 дней, когда данное постановление вступит в законную силу. То есть не 10 дней совершенно. То есть 10 дней для вступления в силу и 60 дней после этого. То есть, в принципе, в минимальном варианте 70 дней человек имеет право оплатить штраф. Дальше. Вот по поводу постоплаты по разным ситуациям. В данном случае, ну, что здесь значит состояние здоровья? Я, наверное, не очень понимаю, в чем здесь дело. У нас часто бывают такие ситуации, когда автомобиль оформлен по доверенности на гражданина. И в данном случае ставит машину, да, и владеет на момент постановки на платной парковке иное лицо. Мы действительно, мы рассматриваем данные моменты, мы выясняем этот вопрос. И в соответствии с консенсативным правонарушением, если доказано, что не это лицо владело на момент постановки данного автомобиля на парковку, естественно, прекращается производство по делу и в данном случае постановление отменяется. Кроме того, еще хочу одну вещь сказать. Есть такое у нас понятие в колосе специативных правонарушениях, как специальный субъект. То есть это работники прокуратуры, УФСК, то есть наркоконтроля, работники Министерства внутренних дел, ну и так далее. В данном случае они у нас не подпадают под категорию лиц, которые могут быть привлечены к административной ответственности. И в данном случае у нас тоже бывали ситуации, когда мы прекращали производство по делу именно по этим спецубъектам, если мы устанавливаем, что это именно иное лицо. Вот так. Ну и в завершении для наших читателей, Роман Евгеньевич, вот расскажите подробный алгоритм, если гражданин с чем-то не согласен, он хочет оспорить штраф, вот как ему действовать, прям подробно расскажите, первое, второе, третье, четвертое, и какие доказательства он должен сразу иметь на руках и представить суду? Понятно. Ну вот давайте вот с чем начнем. Человек получает копию постановления по делу об местенном правонарушении. Первое. Первое, он должен не пропустить срок 10-дневный с момента получения. Для этого, если он подает иск, подает извините жалобу в суд, он должен, ну как минимум, там предложить конверт, да, о том, что тогда-то штампик настоятельный конверт, и тогда-то он его получил, чтобы доказать, предположим, что он пропустил срок для привлечения к административной ответственности. Это первое. Второе. Пишется жалоба. Вместе на это постановление указывается в любом случае то лицо, да, которое подает жалобу, естественно. Пишется заинтересованное лицо, в данном случае это административная комиссия города, то, ну, все их регалии как раз постановления есть, поэтому сложности. Затем пишутся доводы, в связи с чем я не согласен, к чему я прошу отменить данное постановление, и направляется в суд. Теперь по поводу, какой суд рассматривает. Вначале почему-то говорилось о том, что должно рассматривать именно тот суд, на территории которого находится орган. Действительно, в квелосипедативных правонарушениях так написано, то есть административная комиссия у нас находится на Гоглевской, 73 в городе Туле. Но есть разъяснение, и в настоящее время практически существует такая, что рассматривается по месту совершения административного правонарушения. Предположим, если произошло административное правонарушение на площади Крестово-Возвиженской, да, это центральный район, предположим. Если правонарушение произошло на улице Дмитрия Ульянова, это, естественно, при вокзале. То есть не по месту жительства? Нет, естественно. Место жительства в данном случае в Кодексе правонарушения вообще, в принципе, как бы не предусмотрено. Оно там по иным основаниям может быть рассмотрено. Или если данное произошло там, не знаю, на улице Фрунзе, да, то это, естественно, советский район города Тула. То есть вот по этим, у нас, в принципе, сейчас занимается обжалованием, вернее, рассмотрение жалоб на постановление по делу на стену правонарушения по платным парковкам вот именно эти три суда. Пока у нас не пролетарский, не зареченском суде у нас нет, вернее, в районах, у нас нет платных парковок, соответственно, эти суды не рассматривают эти дела. То есть направляются эти жалобы. То есть жалоба, постановление, ну, можно ли бы копию с этого постановления снять. Вот, и уже суде поступает данная жалоба, судя ее принимает, и уже, в данном случае, уже наш дальше алгоритм, мы запрашиваем те или иные документы. И опять же, то, что мы с вами, о чем мы говорили. Очень часто нам предоставляют видеодокументы, то есть просто на диски нарезают и прикладывают. Еще чаще бывают фотоматериалы, то есть фотографии сняты именно этого места. То есть это все считается доказательным? Конечно. В соответствии с консенсивными правонарушениями у нас любые доказательства, которые относятся к этому делу, считаются, являются доказательными, не получены с нарушением закона. Ну, в данном случае, какое нарушение закона, если вы снимете то место парковочное. Например, вот у нас по Садовому переулку, если вы представляете, рядом с Крыльевским садом, там есть очень интересное место, где перед знаком три места есть машины. Вот мы уже три или четыре постановления отменяли, потому что вот тот аппарат, которым снимают административные правонарушения, видимо, дал сбой. И вот эти три места, как бы, да, выясняется, что они не являются платной парковкой. Поэтому, и вот все это подается в суд, да, не знаю, потом в суд предоставляется, если вы считаете, что есть свидетели, да, вы можете пригласить свидетель, то есть суд допрашивает этих свидетельств, как говорится, относится к этому делу. Поэтому какие-то письменные доказательства могут быть представлены. Предположим, когда у нас вот граждане говорят о том, что они управляли транспортным средством, да, они представляют полис, что в этом полисе он, например, числится только как владелец, ну, то есть собственник. А, например, страховался иное лицо. Мы приглашаем это лицо, допрашиваем, мы с ним, что да, действительно, это он ставил данную машину на платную парковку и не оплатил. И так тоже в данном случае решается вопрос об отмене данного постановления на статей на правонарушение. То есть здесь в данном случае у граждан достаточно большое количество разбросов. Ну, в принципе, я еще раз говорю, это свидетельские показания, фото, видеоматериалы. Мы запрашиваем всегда план парковки у административной комиссии, выясняем, где стояла эта машина, потому что достаточно, ну, тяжело как бы по месту это определить. Ну, определяем всегда, как бы, вопросов особых не возникает. А если понадобится распечатку мобильного оператора, кто запрашивает суд или сам? Сам гражданин имеет право, например, он же имеет право, уже владелец данного, как бы, телефона, номера, имеет право это делать. Понятно. Ну, к настоящему моменту вообще, насколько распространено обжалование в суде административное правонарушение по платной парковке? Ну, достаточно много в настоящее время. Скажу так, что, ну, наверное, вот в конце прошлого года они пошли, большая часть уже, наверное, сейчас, январь, февраль, месяц сейчас, в марте уже поступают. Вот, действительно, да, первый вал был как раз, вот, наверное, конец прошлого года, январь. Сейчас, когда немножко стало поменьше, то есть уже практика более понятная стала, и она, как бы, ну, скажем так, она устаивается в настоящее время. Вот, и она, как бы, ну, более-менее, по крайней мере, и гражданам, и суду уже понятно, что истребует, какие вещи выяснять. То есть мы здесь уже, вот почему сегодня только, да, мы пришли, например, они на Новый год, перед Новым годом, потому что, да, еще практики как таковой не было. Сейчас уже наши постановления прошли областной суд, то есть мы уже знаем, как бы, позицию областного суда по некоторым вопросам. Поэтому, то есть, как бы сейчас оно нарабатывается, пока вроде она у нас не меняется, ну, знаете, право, это штука такая, оно живое, оно движется, да, все может быть, все может быть произойти. Но пока вот мы сейчас вот именно с этими проблемами, о которых я сегодня сказал, сталкиваемся, ну, в принципе, и решаем. Ну, и по Вашим наблюдениям, насколько, примерно, вот, в процентном отношении, насколько часто, ну, жители города выигрывают суды по данному вопросу? Отменяются данные постановления. Ну, порядка, наверное, если вот по моей практике, по практике нашего центрального суда, порядка 15-20% в принципе они отменяются. Это достаточно серьезный, да, достаточно серьезный, как бы, процент. Это из обжалуемых, понимаете, потому что большая масса, естественно, не обжалуется, то есть человек соглашается и, как бы, не обжалует данное постановление. Ну, то есть, жителям нашего города в сомнительных случаях имеет смысл обращаться в суды? Всегда право конституционное, любой гражданин у нас имеет право обжаловать, в данном случае, постановление по делу об на стеновом правонарушении, суд разбирается, выясняет, устанавливает истину. Ну, хорошо. Спасибо вам большое, Роман Евгеньевич, за все разъяснения. Я думаю, наши читатели и зрители будут тоже довольны. Спасибо, до свидания. Спасибо большое, до свидания.